Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Продажи в огне» опять у вас в ушах. И в глазах. В левом ухе у вас несравненный красавчик Антон Борода, а в правом ухе несравненный Роман Магдалин. Спасибо, Антон. В гостях у нас сегодня Тимур Марусяк, коммерческий директор компании «Докробот». Мы будем говорить про выход на азиатские рынки. Салям, малейкум, Тимур. Как дела? Сколько раз подтягиваешься? Мой первый вопрос. За один заход или в течение дня? За один заход и в течение дня. Слушай, ну за раз 30 раз делаю. За раз 30 раз. Все, я пошел. Ты как-то, мне кажется, раньше больше было. Говорил про 40 вроде, нет? Слушай, ну... Жизнь в Казахстане тебя как-то это расхолаживает, да? Можно и так сказать. Но на самом деле, знаешь, это как в песне B2. Друг дорогой, как ты ладишь с тоской, выбираешь запой или спорт. Да, вот спорт на самом деле такая история, которая очень сильно помогает перезагружаться. И реально, ты сказал про подтягивания. Бывает после работы я час-полтора на турниках, и это прямо помогает перезагрузиться. То есть мы сегодня в обратную сторону пошли. Мы сегодня с последних вопросов. Окей. У нас второй сезон пишется, поэтому мы начинаем с конца. Да, во втором сезоне будет все по-другому. Окей. Чемпион мира по подтягиваниям. Что еще можешь про себя рассказать? О, про себя. Ну, слушай, я последние 6,5 лет работаю в компании Докробот, которая является коммерческим директором. Я прошел долгий тернистый путь. Когда-то я был просто менеджером по продажам, потом был тим-летом, потом руководителем отдела, потом коммерческим директором региона Средней Азии. И вот я коммерческий директор всей компании, компании с выручкой миллиард. И это за 6 лет? За 6 с хвостиком. С хвостиком, окей. Да. А что самое сложное было на этом пути? Что самое сложное было на этом пути? Слушай, ну, иногда бывают сложности, которые нужно преодолеть. Моменты, когда кажется, что ай, как тяжело, как тяжело, но нужно стиснуть зубы, двигаться дальше и побеждать. Побеждать. Можешь пример? Я представил себе картинку. Пародюсер. Ой, как тяжело. Слушай, как пример. Давай детали больше, а то у нас же слушатели могут тоже себе представить картинку. Картинку. Ну, давай так, в 2019 году, в 2019 году я стал коммерческим директором компании «Докробот» в Средней Азии, то есть я стал коммерческим директором бизнеса, которого, по сути, тогда еще не было. Вот это был запуск почти с нуля. Мы выходили в новую страну, это всегда было непросто. Это, знаешь, вот в каких-то умных книжках я читал, что нет на самом деле B2B, B2C, C2C, есть Human to Human. Да, и вот Human to Human мы общались с нашими потенциальными тогда партнерами на рынке Средней Азии. Первой страной был Казахстан, мы общались с нашими крупными потенциальными партнерами. Было сложно, не все получалось. Но мы победили, как я уже сказал, да, сейчас мы являемся крупнейшим оператором электронного документа оборота в Казахстане, в Средней Азии. Мы прошли очень, очень непростой, но очень успешный путь. Какое у тебя блюдо любимое из казахстанских кухни? Слушай, я люблю конину, я люблю конину. Недавно была такая история, я выложил пост, я выложил пост в запрещенной социальной сети. О том, что вот есть мой любимый ресторан, где подают самую-самую вкусную конину. И подруга моей жены написала ей, что вот как же так, Тимур такие посты выкладывает, а вот я, к примеру, веган, и меня это очень сильно задевает. Нельзя, нельзя такое выкладывать. Вот я это посмотрел, и мне... Задевать чувство веганов нельзя, это правда. Нельзя, нельзя. Конину, я люблю конину. Медиум рэп. Чуть скрою. Все веганы сейчас немножко офигели. Ну, то есть, получается, у тебя есть уже общее, то есть, если бы ты... Я вот бешбармак, например, не очень люблю, поэтому сделки у меня шли тяжело в Казахстане. А у тебя под конину, наверное, заходит хорошо. Ведь Казахстан, у него есть такая особенность, да, там... Как в России, в Москве все быстро, раз, раз и все, там даже надо чайку погонять, бешбармак, канинку. Расскажи вот про это. Слушай, ну, здесь невозможно с тобой поспорить, ты прав. Вот почему у нас долгое время не получалось, не получалось запустить проекты в Азии, запустить проекты в Казахстане, потому что мы это делали, знаешь, как приездами. То есть мы там раз в месяц, раз в два месяца прилетали, пытались там с кем-то встречаться, что-то обсуждать, нам все обещали, что все будет, что мы запустимся, мы улетали обратно довольные, думали, что вот контракт у нас уже в кармане, победа. Вот, почему-то этого не случалось, я снова пролетал, и это длилось очень длительное время. Но в какой-то момент мы поняли, что мы добьемся успеха, только собрав локальную команду, локальную команду здесь, в Центральной Азии, в Казахстане, в Алматы. И мы это сделали, это дало свой, ну, феноменальный результат. То есть люди, которые на местах, которые могут встречаться с клиентами, а в Средней Азии особенно важен личностный контакт, в принципе, да, то, что ты сказал. Это дало свой эффект. Вот сейчас мы запускаем проекты в Узбекистане, и опять же, мы пытались запустить Узбекистан силами наших сейлов, силами наших менеджеров из Казахстана. И не получалось, не получалось. Почему? Потому что все-таки нужен личный контакт, нужно встретиться, да, попить чай, как говорит Роман Магдаленко. И провести переговоры. Слушай, ты говоришь вот про команду. А какое количество сейчас ребят в общем и сколько в Азии? Всего на текущий момент порядка 60 сейлов. Из них порядка 20 находятся на рынках Средней Азии. Как происходит деление по команде? Есть так называемые хантеры, есть так называемые фармеры. То есть хантеры занимаются только привлечением клиентов, только привлечением клиентов. Фармеры занимаются и развитием клиентов, то есть как key account менеджеры, но в том числе тоже занимаются привлечением клиентов. То есть привлечением клиентов занимаются все, все сотрудники компании. Те, которые key account менеджеры, они делятся на две категории. Первая категория – это те сотрудники, которые ведут интерпрайз-бизнес. То есть это крупные голубые фишки, да, там, Danone, Mars, Coca-Cola – крупные компании. Это самые наши экспертные сотрудники, им по силам у конкурентов перетащить таких же крупных клиентов в наш портфель. И вторая категория key account менеджеров – это те сотрудники, которые ведут SMB бизнес. Средний малый бизнес, там на каждом сотруднике порядка 300-350 компаний. Но что важно сказать, что в среднем и малом бизнесе часто происходит отток, так называемый органический отток, потому что компании закрываются. Вот была пандемия, многие компании пандемию не выжили, да, они закрылись. Когда началась СВО, поломались соплачей цепочки, то есть многие компании тоже позакрывались. Соответственно, клиентская база усыхает. Чтобы восполнить отток, с целом необходимо подключать новых клиентов, чтобы база росла. У нас есть разные метрики, да, у нас есть метрики на выручку, на маржу, на трафик. Но у нас есть важная метрика, как мне кажется, на клиентскую базу. Клиентская база должна всегда расти. Так вот вопрос как раз про клиентскую базу. Как вы справлялись с этими ситуациями? Что вы внедряли там или что использовали? Что делали СВО для того, чтобы эту клиентскую базу наращивать, поддерживать и не давать ей, допустим, снижаться? Потому что это тоже очень важная история, как ты правильно отметил, что нужно, чтобы она всегда росла, так как есть отток. Ты знаешь, хороший вопрос. Хороший вопрос. Здесь нужно, наверное, сказать про специфику нашего бизнеса и про нашу компанию. Компания Дукробот, как нас еще называют, иком их сайты по старинке, мы являемся одним из крупнейших. Извини, а в Казахстане, в Казахстане как вас называют? Я просто, Антон, уже рассказывал. В Казахстане нас называют Декробот. Декробот. Я с этим очень борюсь, потому что в Казахстане, в казахском языке ударение всегда на последнее слово. Всегда. Поэтому Декробот. На самом деле. Так вот, мы являемся одним из крупнейших операторов электронного документа оборота по доле трафика. С нами работают наибольшее количество интерпрайз-клиентов на рынке России. То есть все самые большие компании, большинство, давай так, не все, а большинство, работают с нами. Мы очень хорошо умеем работать с крупным бизнесом. И для нас, конечно, всегда было важно как-то диверсифицироваться от крупника и начать работать с сегментом S&P. Мы много в этом направлении сделали. Мы улучшили наш маркетинг. Когда вбиваешь электронный документ оборот, мы в топе наконец-то появились. Мы для наших клиентов стали предлагать коробочные решения, потому что раньше это были заказные разработки. Мы до каждого клиента допиливали наш продукт. И он получался довольно дорогой для клиентов S&P. Ну и плюс мы проводили огромное количество разных тренингов для сотрудников. Вот Ансу приходила, Бигбаева, которая у вас была в том числе в гостях. Другие бизнес-тренеры, мы на ней нашего локального бизнес-тренера, который этим и занимается. То есть мы постоянно занимаемся развитием наших силов. Станислав Бирюлин у нас тоже приходил в свои тренинги рассказывать. Мы в это инвестируем. Мы считаем, что это нам помогает стать лучше. Так вопрос в том, как раз, что вы делали-то? Развивали просто команду, привлекали консультантов, чтобы они их обучали? Или, не знаю, какие-то методики меняли привлечения клиентов? Я бы еще даже расширил вопрос, углубил бы его. Давай, углубил. То есть первый этап какой был? Ты говоришь, вот вы сначала набегали такие, на лошадях, прискакали такие, ну что, где будет, да? Ладно, прискакали. Прискакали, ну что, где будет, да? Ну ладно. А потом такие, блин, а давай команду создадим. Вот ключевое вехо, создадим команду. Вы выходите в другой регион, который, в принципе, имеет очень длинную границу, но, блин, там культурный код совсем другой. Там культурный код в плане, когда ты общаешься с клиентом, лидом, и еще плюс, когда ты набираешь команду, там, когда начинаешь общаться с менеджерами по продажам, у тебя там, например, в Москве, ты такой хопа-хопа-хопа, а здесь так не получится. Там другие люди, с ними надо разговаривать на другом языке. Как решали вот этот вот культурный лак, скажем так? Подожди, подожди, он Тимур записывает сейчас? Не, не все. А все сразу, да-да, давай по очереди. Роб, на самом деле, ты знаешь, люди везде одинаковые. То вот я, когда первый раз прилетел, летел, когда я первый раз в Казахстан в девятнадцатом году, я помню свою поездку, она мне прямо тяжело удалась. Я прилетел, это был февраль девятнадцатого года, была такая очень плохая погода, был сильный смог, ночной перелет. Ночной перелет, я встречался с партнерами, и что-то все как-то не заладилось. Я потом, я помню, я вернулся домой, в Москву. Мы с женой говорили о том, что, слушай, блин, ну очень сложно, не знаю, получится, не получится. Как бы, может быть, оно того не стоит, но, как показало, хорошо, что я принял такое решение, что это того стоит. Люди везде одинаковые. Кто принял, ты или она? Вопрос. Ну как там? Мы посовещались, я решил. Совместное, совместное решение, совместное решение. То есть, да, было сначала непросто, но была важная задача собрать локальную команду, мы это сделали. И что важно, знаешь, Ром, при запуске новых рынков? Важно найти партнеров, которые станут амбассадорами. Да, мне кажется, это вот одна из таких ключевых историй. Нужны партнеры, которые будут амбассадорами, которые будут вас продвигать, которые будут вас рекламировать. У меня такой компанией в Казахстане в 2019 году стала компания Procter & Gamble. Вот мы вместе с компанией Procter & Gamble ходили к крупным нашим партнерам, потенциальным тогда еще, к торговым сетям, к другим дистрибьюторам, к производителям. И вот они как референс давали, вот почему им нравится работать с нашей компанией и каких эффектов можно достичь. Потом, помимо компании Procter, появились другие крупные компании, с которыми мы начали взаимодействовать, которые также помогали нам в продвижении. И это дало там свою синергию. Ну и плюс, ну, Рома знает хорошо наш бизнес, очень важно сказать, что мы очень сильны на рынке ритейла. На рынке ритейла. Это и фудовый ритейл, это и DIY, это и дроггери, это и интернет-магазины, это и хорика. То есть мы очень сильны на этом рынке. И нам очень важно было запуститься с крупнейшими компаниями, с крупнейшими торговыми сетями. Такими сетями стали в 2019 году Magnum, Small, Metro, Metro Казахстан, которые помогли нам с масштабированием бизнеса. Слушай, так вот, давай еще раз назад, шагок, шажочек. Открыть офис, нанять ребят, начать общаться с крупным бизнесом в первую очередь, с Enterprise. Но у нас же, опять же, что дальше-то? Дальше нам нужно как-то понимать, что нам эту базу нужно сохранять, приумножать. Что вы делали, или что делали менеджеры, или как вы организовали всю эту историю для того, чтобы у вас это все пошло? Если я правильно понимаю, ты говоришь про кейсовую историю. То есть мы взяли компанию большую, подключились, пошли с кейсами, рассказывали, все показывали. То есть это вот такая методика позволила вам сохранить, приумножить и дальше выходить в топы. Правильно? Или вы что-то все-таки внутри с командой еще делали? Да, мне кажется, он что-то не договаривает. Да, вот, потому что он как-то убиливает вот этих вопросов. Если куда-то уходит вопросов, да, рассказывает нам про... Смотрите, парни, что самое важное для любого IT-бизнеса? Самое важное для любого IT-бизнеса – это масштабирование. То есть когда мы сюда выходили, мы понимали, что нам нужно расти, расти определенными темпами. Мы делали себе план, сколько у нас должно быть клиентов, сколько у нас должно быть выручки, маржи на протяжении какого-то периода времени. И мы в этом направлении двигались. Понятно, что мы изначально брали хантеров, только тех сотрудников, которые привлекали нам крупных enterprise клиентов. Потом, когда клиентская база довольно стала увесистая, мы уже брали key account менеджеров, которые вели клиентскую базу, да, и помогали в ее развитии. Ну и модель бизнеса электронного документооборота в ритейле, наш core business – это система EDI – Electronic Data Interchange. Что такое EDI? Это, по сути, бизнес-сообщение между контрагентами, которые закрывают разные бизнес-процессы в сопланчейн, в коммерциях, в бухгалтерии, в финансах. Есть, по сути, три участника документооборота. Это торговые сети, то есть ритейлеры, это с одной стороны. С другой стороны – дистрибьюторы, производители, поставщики. И посерединке – мы, как операторы электронного документооборота. Наша модель была так… Наша стратегия была такая. Мы подключали крупные торговые сети. Мы подключали крупные торговые сети. Дальше с помощью торговых сетей мы подключали их поставщиков. Ну, когда мы говорим про рынок ритейла, там, вот можно говорить про торговые сети в России, к примеру, у Magnit на порядка 4 тысячи поставщиков. То есть, если бы мы это интерпретировали на рынок России, мы подключили бы торговую сеть Magnit, а потом подключили бы 4 тысячи поставщиков торговой сети Magnit. То есть, модель была такая. Короче, получается, у вас MLM-ка. То есть, вы как паук начинаете все это дальше разветвлять и привлекать тех крупников. Окей, это классная стратегия. Это супер. Слушай, вот ты знаешь, Антон, Антон, на самом деле, вот MLM – это не та модель, по которой мы работаем. Ну, я образ со Скаром, да, со Скаром. Ну, давай представим, что это примерно такая же моделька, потому что ты берешь, грубо говоря… Откройте окно. Да-да-да. Взяли компанию, которая вам по референсам привлекает новых клиентов. Ну, образно. Давай. Мы не будем… Есть слова, Андрей, Антон. Если очень образно, очень образно, то да. Но вот ты встречался с Скаром какое-то время назад, да, Архибердиевым из Мосхлада. То есть, у них какая модель продаж? У них модель иная от нашей. Вот нам реально нужно продавать. Нам реально нужно ходить к клиентам. Нам реально нужно доносить ценность нашего продукта. Они все-таки продают больше через маркетинг, да. Они очень много денег инвестируют в рекламу. У них конкурентный ландшафт другой. Да. Да, там совсем по-другому. Вот скажи другой вопрос. Сколько времени потребовалось, вот, от начала идей, как ты говоришь, там, в 19-м году ты приехал, до момента, когда вы подключили первого крупного энтерпрайса клиента. И сколько времени, ну, какой цикл, примерно, сделки у остальных, там, допустим, у SMB. Вот, чтобы понимать, сколько времени потребовалось все-таки в новом регионе, с новой командой, с новыми, там, я не знаю, знаниями, подключить крупного клиента. Ну, там был момент, что у вас уже и, как это, история есть на российском рынке, да, это тоже влияет. Но, все же, какой цикл сделки был? Смотри, Антон, когда мы начали активно масштабировать рынок среднеазерина, Казахстана, в 19-м году, я не могу сказать, что у нас ничего не было в Казахстане. То есть у нас уже были какие-то клиенты, которые были подключены удаленными сотрудниками, да, из, там, других стран наших присутствуют. То есть что-то у нас уже было, какая-то база у нас уже была. Когда я сюда прилетел, у нас был такой, знаешь, маленький кабинетик, маленький, там сидел один бухгалтер. То есть у нас даже прям был один локальный. Еще стояла паточка и лежала печаль, да. У нас был то-о-о. Все так, все так, да, да. И у нас уже был тогда генеральный директор здесь, да, который там отвечал за это направление. Вот. Когда мы начали масштабироваться, сколько цикл сделки? Ну, если мы говорим про крупного клиента, про крупного клиента Enterprise, цикл сделки от трех месяцев. Я бы сказал, от трех до пяти месяцев цикл сделки подключения Enterprise клиента. Этот цикл сделки применим и к рынку Казахстана, и к рынку Узбекистана, и тем более к высококонкурентному рынку России. Тем более. А СМБшки сколько по времени подключаются? Слушай, ну, давай так. Каждый из сотрудников сайлового департамента, те, которые ребята хантеры, они ежедневно подключают поставщиков, ежедневно. То есть это как конвертная история идет. Кого-то подключают с одного касания, кого-то подключают с нескольких касаний. Ну, там, цикл сделки, давай так, усредним до трех недель. До трех недель. Ну, почему СМБ-бизнес важен? Несмотря на то, что всякие истории происходят у нас, и пандемия, и СВО, и там ломаются планчи и цепочки, и какие-то компании закрываются, потому что у клиентов СМБ-бизнеса всегда высокая средняя стоимость транзакций. Да, у нас модель потранзакционная, чем больше трафика, тем больше наша компания зарабатывает. И клиент в СМБ-бизнесе, ну, высокая средняя стоимость транзакций. Поэтому на количестве мы можем заработать довольно большие суммы денег. Ну, тут, соответственно, маржинальность выше и на объеме зарабатывать. Тут вспоминается, да, у нас один мой знакомый говорил, что спрашивал вопрос всегда, что лучше, говорит, один клиент на 10 миллионов, да, или 10 по миллиону. Ну, это некая диверсификация, скорее всего, и плюс понимание, что маржинальность больше. Окей, это супер. Слушай, ты знаешь, вот я бы ответил на этот вопрос, что лучше 10 по миллиону. Вот мой опыт подсказывает мне, что лучше 10 по миллиону, потому что тот один, который за 10 миллионов будет приходить к тебе каждую неделю просить скидку, понимать, какую долю он занимает в твоем портфеле, как он важен для тебя. Вот мы в свое время очень сильно разбаловали. Мы – это провайдеры электронного документа оборота в России, очень разбаловали клиентов крупных энтерпрайз. И сейчас многие компании считают, что мы должны для них делать все бесплатно, да, но они же такие большие, они же такие... Вы, кстати, не хотите профсоюз создать, там, не знаю, ассоциацию, чтобы поднять уже все, баланс вернуть? Рома, профсоюзов нет, но ассоциации есть, да, есть ассоциации, есть ECR, есть Rousseau. Давайте, выведите это. И такая пауза, они есть, да, и такая пауза, но они не работают. Слушай, мы в рамках этих ассоциаций собираемся, обсуждаем какие-то интересные вопросы. Вот в Дайвиче была встреча одной из крупных ассоциаций, куда приезжал глава налоговой службы Российской Федерации, Егоров, да, он рассказывал как раз про законодательные инициативы, про машиночитаемую доверенность, да, доверенность, которую руководитель предприятия передает доверенному лицу. Это очень такой важный вопрос для операторов электронного документа оборота, потому что нам это нужно реализовывать, да, и мы понимали, что сроки очень ограничены, да, рынок может не успеть, да, и он там говорил о том, что сроки будут перенесены. Вообще мы очень много делаем в рамках государства, в рамках инициатив, которые нам спускают сверху, да, это ИГИС, Меркурий, это ветеринарная прослеживанность, это и алкогольная прослеживаемость, это и маркировка продукции, то есть государство постоянно отдает нам дополнительную работу. Брат, это все очень интересно, но я предлагаю все-таки поговорить о другом. Давай. Мы так и не раскрыли тему культурного кода, да, соответственно, вот вопрос, переезжаешь ты такой или там, не знаю, ты сразу переехал или не сразу, и первый сотрудник, которого ты нанял для того, чтобы поднимать степень Казахстана. Какой он был, кто он был и как дальше пошли, как вы подбирали? Слушай, Рома, это комичная история, точно нужно ее рассказывать? Да. Это был генеральный директор, который был в гараже за столом с печатью, с бабушкой. Слушай, слушай, нет, нет, это не так. Ну, во-первых, я не сразу переехал с концами, я жил здесь месяц, да, в Казахстане, потом улетал на пару недель в Россию. В таком режиме я проработал где-то полтора года, полтора-два года. Кто был моим первым сотрудником? Слушай, ну, я столкнулся с тем, что было очень сложно найти сотрудников на рынке. Так, Казахстан, Алматы, сложно вывести было бойцов. Причем у меня был уже опыт найма сотрудников в России, я понимал, что, блин, что-то не клеится. Я для себя что выработал? Что для меня не так тогда важен был опыт, не так важно было резюме, как желание сотрудника работать. То есть я вот смотрел в первую очередь на это. Я хочу, дайте мне, блин, возможность. И у меня были сотрудники, с которыми я прямо угадал, у которых не было опыта, но которые показывали фантастический результат. Была одна девушка, которая до этого продавала окна. Да, она продавала окна, и она прямо мне там клиентов настрогала. Она в месяц подключала порядка 25-30 новых клиентов. Это был рекорд не только в Казахстане, но и в целом, если брать еще российский бизнес. Но был у меня еще один сотрудник, Роман, не знаю, Роман посмотрит этот выпуск. Роман медиком был, врачом. Причем у него была специализация психиатра, психиатр-нарколог. И он там на собеседовании, он прямо подготовился, он прямо зашел на сайт, вот мало кто так делал, он прямо изучил, чем наша компания занимается. Причем он плохо понимал, но было видно, что ему, блин, так хочется, так хочется попробовать. Ну, мы дали ему шанс, но у парня не получилось. Он у нас поработал где-то полгода. Да, каких-то клиентов даже подключил, имея свой бэкграунд, психиатр-нарколог, да. Но вернулся обратно в свою стезю. Кончились рецепты. Кончились рецепты. Но на самом деле, ты знаешь, мы, я вот этого принципа придерживаюсь до сих пор, когда мы смотрим сотрудников в нашу компанию, ну, там, не руководители отделов, понятно, да, может быть, не тимлидов, но обычных сотрудников. Для нас не так важен опыт, для нас не так важно резюме. Многие, блин, не умеют резюме делать, ну, просто не умеют. Но это значит, что они плохие сотрудники, и они могут здорово продавать. И потом мы, опять же, можем научить, мы можем научить продавать, и поэтому для нас самое важное – это желание. А остальное уже второстепенно. А как ты определяешь желание-то? По горячим глазам? По горячим глазам. Их же можно сымитировать. Ну, может быть, я считаю себя хорошим психологом, может, я ошибаюсь, я не знаю. А почему психиатр-нарколог? Ну, драйвовый, ребята должны быть драйвовы. Значит, ты точно знаешь, что критерии, ты их можешь формализовать. Давайте, назови критерии вот этих людей, которых ты нанимаешь. То есть, какие главные критерии, может быть, это будет как-то еще с ценностями связано, да? То есть, что важно для того, чтобы ты… Доктор, не подсказывайте. Для того, чтобы ты нанял человека. Окей, первое мы понимаем – это желание. Желание. Что еще? Ну, для меня всегда сомнительно, если кандидат не зашел на наш сайт и не посмотрел, чем занимается наша компания. Вот я когда провожу собеседование, обычно финальное собеседование всех сотрудников, там, все равно провожу я. И мне всегда интересно послушать, как потенциальный кандидат понял модель нашего бизнеса и чем мы занимаемся. Для меня это тоже важно, чтобы сотрудник ознакомился с нашим сайтом. Блин, смотрите сайт, изучайте, чем занимается компания, в которую вы хотите устроиться. Вот. Потом, ну, я задаю какие-то вопросы. Я задаю какие-то вопросы. Второе, что надо – посмотрите подкаст этот со мной. Подкаст со мной. Я его расширю. Запрещенный сети. Слушай, мы задаем вопросы. Мы задаем вопросы на собеседование. Ну, вот, к примеру, я говорил о том, что наш core business – это электронный документооборот в ритейле. Да, я обычно задаю вопрос, какие категории клиентов, какие категории клиентов для нас являются ключевыми, приносят нам наибольшее количество денег. Такой вопрос на засыпку. Антон, а ты ответишь на этот вопрос? Вот эти, какого-то там, магнит, вот эти сетки ритейловые. Оставщиков. Оставщиков. Вот смотри, мы работаем с сетей магнит. Вот мы работаем с сетей магнит. Да, магнит – наш клиент. Ты же ходишь в магнит, у вас будет вкусно. У магнита, у него супернизкий тариф. Его атакуют. Это у нас SMB, и SMB приносят больше денег, потому что у них больше маржинальности. Да, есть торговая сеть, допустим, магнит. Ты приходишь в магнит, смотришь на полки. И какие категории товаров, вот в магните, представь, что все поставщики работают с нами, все, которые привозят товары, работают с нами. Какие из них приносят нам наибольшее количество денег? Какие? Скорее всего, туалетная бумага, вода и какие-нибудь хлебобулочные изделия. Антон, ты не отвечай сразу, подумай еще раз, ты пойми, что делает компания. Она, по идее… Тиму сказал, я уже прошел. Нет, нет, нет. Стажер, я уже стажер. Ответ неправильный, на самом деле. Просто ты еще раз подумай, что делает компания. Компания делает перевичку. А где больше всего перевички? Где? Вот, где больше всего продается. Нет, не больше всего продается. Вот видишь, я не знаю. Просто смотри, туалетная бумага, про которую ты говоришь, она товар длительного хранения. Ее тонну завез, один документ там оформил и все. Видишь, какой ты молодец и умница, видишь. Ты прошел, ты уже на главного там, на тимулида. А я стажеру, я пойду к тебе стажеру. Ну, правильно, правильный ответ. Правильный ответ – это Скоропорт. Скоропорт хлеб, мясо, молоко поставляют каждый день в каждом магазине. Наши модели по транзакционной. Чем больше трафика, тем больше мы зарабатываем денег. Вот, ну, то есть мы задаем какие-то вопросы нашим потенциальным клиентам и смотрим на то, как они могут ответить. Это получается такая, как это сказать, ну, не ориентированность в отрасли, а… На смекалку. Смекалка, да, вот, на смекалку. То есть он должен с горящими глазами быть, он должен посмотреть, быть заинтересован в компании, в которую пойдет посмотреть сайт. Он должен быть со смекалкой. Еще, давай два, еще два. Хотел сказать, что у меня руководитель отдела в гендерное равенство, все девушки. Вот. Не знаю, у нас… То есть она должна быть красивая еще, да? С горящими глазами и красивыми. Слушай, Ром, меня HR заклюют, давай мы это вырежем. Нет, на самом деле, слушайте, ребят, ну, желание… Кандидат ознакомился с чем занимается наша компания, он понимает наш бизнес и, ну, он эрудированный, там, может отвечать на какие-то вопросы. Дальше, да, у нас есть бизнес-тренер, да, у нас есть система на стартничество. То есть мы научим, мы подскажем, мы поможем. И, опять же, у нас… У нас хоть и IT-продукт, хоть я обычно говорю, у нас сложный IT-продукт, но это там не какие-то прямо написания кода, да. Это то, чему можно научить, причем научить довольно быстро. Довольно быстро можно научить. У нас обычно вот в должность нового сотрудника занимает, ну, месяц, да, примерно месяц занимает вот в должность сотрудника. Там первые 2-3 недели проходит обучение, причем он работает и с наставником, работает и с бизнес-тренером, да, он решает тестовые какие-то задачи. То есть на протяжении вот этого месяца мы уже можем понять, насколько сотрудник соответствует нашим ценностям, да, либо не соответствует нашим ценностям. Давай зайдем с другой стороны тогда. То есть мы поняли, кого ты берешь, более-менее там попытались все дело оформить. Теперь посмотрим, кто отсеивается. Сколько человек ты в Казахстане уволил? Сколько человек я в Казахстане... Ну, слушай, у нас есть такая проблема, вот мы об этом часто говорим с руководителями отделов. Мы очень сложно принимаем решения от сотрудника отказаться. Мы всегда думаем, да у него получится, да мы поможем, да мы подскажем, давайте дадим еще время. Это наша проблема, да, с которой мы боремся. Но если говорить о том, сколько сотрудников нас покинуло, то я думаю, что, ну, может быть, 10, может быть, больше, 15 человек. I love CRM. За что они вас покинули? Ротацию мы проводим. Ротацию мы проводим. Ну, причины разные. Где-то это было желание со стороны работодателя, с нашей стороны, да, то есть мы понимали, что сотрудник не справляется. Причем у нас компания довольно большая, есть возможность попробовать себя на разных позициях. Когда мы говорим про силовый департамент, мы можем дать возможность и привлекать клиентов, мы можем дать возможность, не знаю, привлекать другие категории клиентов, но это, в принципе, тоже привлечение. Можно поработать с интерпрайз-бизнесом, можно с SMB-бизнесом, можно дать какую-то базу на введение, то есть можем попробовать сотрудника на разных позициях. Но если понимаем, что не получается, ну, не его, не получается, тогда мы, как правило, садимся за стол и это обсуждаем. Ну, еще раз, примерно 3 недели месяца идет погружение в должность, 3 месяца идет испытательный срок. 3 месяца идет испытательный срок. Если мы говорим про подключение SMB клиента, вот Антон спрашивал про цикл сделки, то в первый месяц сотрудник, как правило, не подключает новых клиентов. То есть он учится, да, он там делает первые звонки, проба ошибки. Во второй месяц сотрудник подключает, как правило, 5-7 новых поставщиков, новых клиентов. 5-7. План – это 15. План – это 15 новых клиентов в месяц. Ну, там еще есть показатели по выручке, да, там, по трафику, но если говорить про клиентов, то 15. Если мы понимаем, что у сотрудника не получается, цифры меньше, то мы… Ну, ты знаешь, Рома, я считаю, что количество всегда перерастает в качество. То есть если я вижу, что сотрудник делает очень много для того, чтобы у него получилось, но у него не получается, то мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь. Да, тогда мы будем с ним работать еще более активно. Потому что когда ты делаешь правильные вещи, когда ты делаешь правильные вещи, они должны в любом случае рано или поздно привести тебя к результату. Но если мы видим, что желания такого нету, да, то тогда мы с сотрудником расстаемся. То есть на что смотрю я? Я смотрю на разные метрики. Они очень понятны, простые. Я знаю, что, Рома, у тебя какое-то крутое решение аналитическое, да, по контролю работы менеджеров. Ну, на что смотрю я? Я смотрю на количество звонков, которые делает сотрудник в день. Ну, если мы говорим про хантеров, которые занимаются подключением SMB-бизнеса, на количество звонков в день. Я смотрю на количество минут, которые они провели с клиентом в переговорах. Раз там в какой-то промежуток времени мы делаем фоторабучего дня. То есть мы фиксируем, сотрудник фиксирует каждый свой шаг, что он делает в течение дня. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сотрудников замучить, да, они все ненавидят это делать. Фоторабучего дня – это просто однище. То есть ты должен там фиксировать на бумажке каждый свой шаг. А для того, чтобы помочь им понять, на что они тратят время, и чтобы вот это время от них ушло, и у них было больше времени заниматься своей кор-задачей – продавать, продавать. Вот. То есть мы анализируем работу и пытаемся помочь. Эффективные сотрудники остаются с нами, и неэффективные сотрудники идут в рынок. А вот ты говоришь про аналитику. Вы делаете вот эти сверки звонка, звонки-выручки, демки-выручка, ну, взаимосвязь? Сколько звонков и сколько выручек, чтобы понимать вообще, влияет ли количество звонков на выручку у менеджеров? Конверсию ждать? Конверсию, да. Конверсию, конверсию. Завалюруют. Ну, я просто к тому, что есть несколько вариантов конверсии в мире, да, это у тебя, грубо говоря, там, сколько у тебя лидов воронки, как они пошли в сделку и так далее, и так далее, и там сколько клиентов у тебя в итоге подключилось. Я имею в виду, есть еще другие конверсии, которые, как ты смотришь, как у тебя влияет на каждого из сотрудников его активность. То есть это рассеивание менеджеров по диаграмме, не, грубо говоря, там, дойные коровы, вот эта вся история, там, дохлые собаки и так далее, чтобы понимать в итоге, как это все зависит. Менеджер, дохлая собака, да? Ну, есть такое, там, там, есть такое умное понятие, да, там, вот эта вот диаграмма. Его обычно не к менеджерам применяют, а к продуктам. К менеджерам тоже, и к продуктам тоже. Здесь вопрос, что это может и так, и так применяться. Как раз вот вы это делаете, чтобы ты говоришь, ты просто сказал, что мы смотрим на менеджеров, если у него что-то получается, не получается, мы расстаемся. Вот на чем вы основываетесь, что у него не получается? Может быть, он, там, небольшое количество звонков делает, а у него выручка огромная, или он, наоборот, больше делает звонков, но выручки нету. Значит, соответственно, кому он звонит, когда он звонит. То есть глубже можешь чуть-чуть, чуть-чуть прям погрузиться в эту историю, как вы все-таки это отслеживаете. Потому что я думаю, что компания и ребятам, которые там не только слушают, они должны тоже понимать, что важность вот этого вот отслеживания, взаимодействия, да, как компании и продавца, это тоже важно, как и продавца и клиента. Окей, ну, во-первых, есть входящие звонки, да, и исходящие. То есть когда мы анализируем, сколько сотрудник подключил клиентов, мы, конечно, анализируем, сколько и входящих он подключил, да, и исходящих, безусловно. Если идет явный перевес в сторону входящих, то есть он подключил больше тех компаний, которые сами обратились в нашу компанию, это тоже ценно, это тоже проделанная работа, там, работа с заражением и прочее, но опять же это более легкая продажа, нежели там поворонки, да, дойти до ЛПР и продать. То есть мы анализируем, анализируем это первое, да, входящее-сходящее подключение. Второе, когда я говорил о том, что вот количество перерастает в качество, я, наверное, в первую очередь имел про... говорил про тех сотрудников, у которых, ну, скажем, на текущий момент не самые лучшие результаты, не самые лучшие результаты, да, но они стремятся, они стараются, они делают много звонков, то есть мы понимаем, что вот в 8-часовой рабочий день, чем сотрудник занимался в течение 8 часов. Мы понимаем, что мы люди, мы не роботы, мы не можем там 8 часов звонить клиентам, да, и что-то им продавать. Понимаем, что продуктивное время намного меньше. Но сотрудник старается, у него количество звонков большое, мы понимаем, что мы слушаем его звонки, мы, конечно, слушаем его звонки, причем звонки слушают как руководитель отдела. Также мы нанимали сторонник компании, которые прослушивали звонки наших сотрудников, прислали аналитику руководителям отделов, да, и там отображали, где, какому сотруднику нужно стать там лучше, что исправить. Вообще очень интересная практика была, причем у нас, мы разные компании тестировали, у нас даже был такой кейс, что у нас была компания, которая проверяла звонки наших сотрудников, была компания, которая проверяла компанию, которая проверяла звонки наших сотрудников, такая многоходовочка, многоходовочка. То есть есть план. И это была компания ваш конкурент, она просто проверяла звонки ваших сотрудников. Слушай, нет, это разные колл-центры. Причем работа с колл-центром тоже интересная история. Кому-то мы платили за лиды, кому-то мы платили за минуты. Такой отдельный разговор. Мы тоже считаем, что работа с колл-центром – это работа, которая может принести хороший результат, если ее правильно выстроить. Вот, Антон, я, наверное, коряво, как на твой вопрос отвечаю. Все как-то не структурировано получается. Или мы задаем вопросы тоже так же не структурировано, так что не переживай. Окей, а давайте поменяем вектор. Давайте, да, давайте поменяем. Давайте, вот мы сейчас про тактику, про тактику. Вот ты все про тактику, да про тактику. Давайте поговорим про стратегию. Вот вышли вы в Казахстан. А дальше-то что? Вот здесь есть у вас выручка, да, допустим, там, не будем говорить, какая в Казахстане, как ты просил не палить вас. На чем строится ваша стратегия развития в Казахстане? Что будете делать дальше, в ближайшие 2-3 года? Смотри, вам очень хороший вопрос. И у меня на него есть ответ. Вот наш курс бизнес – это электронный документооборот в ритейле. Ритейл в Казахстане сильно меньше, чем ритейл в России. Вот я покупаю в России ежегодно аналитику от компании Инфолайн. Называется «700 торговых сетей в России». Даже сложно представить, в России 700 торговых сетей. Да, идет история с укропнением бизнеса, да, там. Маленькие тоже есть. Ну, маленькие тоже есть, но… Региональные. Мы же знаем только московские. Там выезжаешь за московскую область, все, там уже другое место всем. Да. Вот если сравнивать ритейл в России и в Казахстане, конечно, в Казахстане ритейл сильно меньше. То есть в Казахстане порядка 40 игроков крупных торговых сетей, которые взаимодействуют со своими поставщиками, и подавляющее большинство из них уже работают с нами, причем работают уже довольно давно. Мы близки к тому, чтобы уткнуться в потолок. Что мы сейчас делаем? Первое. Мы двигаемся в сторону Средней Азии, в сторону Узбекистана, в сторону Кыргызстана. В Кыргызстане у нас уже есть проект, у нас уже есть партнеры. У нас есть… Почему я говорю «клиенты и партнеры»? Потому что умные люди говорят, что клиенты – это те компании, которые платят деньги. Да, у нас есть люди, компании, которые нам платят деньги. Есть партнеры, которые нам помогают продавать. И, конечно, основной вектор у нас идет на Узбекистан. Мы видим большие потенциалы в этой стране. Почему? Во-первых, потому что население в два раза больше, чем в Казахстане. Во-вторых, мы видим, как активно развивается ритейл. Вот из Казахстана пришел узбекистан, казахстанский ритейлер «Магнум». В Узбекистан из России пришла торговая сеть «Магнит Косметик». Из Белоруссии пришел ритейлер «Барака Маркет». Из француза пришел «Карафор». То есть мы видим, что рынок ритейла растет, и население растет, и возможности страны растут. Я вижу, как Узбекистан меняется, открывается к рынку, открывается к миру. Я считаю, что в ближайшем будущем мы сможем показать на рынке Узбекистана очень хороший результат. Мы уже там взяли первых сотрудников, у нас там есть юрлицо, у нас там есть, можно сказать, команда. Мы уже участники IT-хаба Узбекистана. Это аналог Сколково в России. И мы подключаем первых клиентов. Кстати, в Казахстане мы участники Астаныхаб. Астаныхаб – это тоже аналог Сколково в России. То есть Сколково в России, Астаныхаб в Казахстане, IT-парк в Узбекистане. Знаешь, у меня есть такая история про Узбекистан. Я где-то… Вот это история к тому, как развивается рынок Узбекистана, как он открывается людям. Я где-то года, наверное, два назад прилетел в Узбекистан, встречался с партнерами, как раз с компанией Procter & Gamble. У них там юрлицо называется Wings, крылья. Вот я с ними встречался. Я позвонил, забронировал столик в ресторане. Приходим в ресторан. Я спрашиваю, вы карту принимаете? Они смотрят на меня, говорят, да, конечно. Странный вопрос. Принимаем карту? Мы приходим в ресторан, мы кушаем, пришло время уже оплачивать за еду. Я прошу счет, я отдаю свою карту визы. Они говорят, нет, визу не принимаем. Я же не дурак, у меня еще мастер-карт есть. Я отдаю мастер-карт. Слушайте, мастер-карта уже нет. Я говорю, неужели маэстро? Они говорят, нет, успей. Только мир, только мир. Успей, да. Я говорю, ну по мне же видно, что у меня успей, да? Пришлось отдать все рубли, тенге, которые у меня были. Там еще были счастливые доллары в кошельке, я тоже их отдал, чтобы расплатиться за этот ужин. Так вот, это была история где-то… А перед диодом можно на карту? Тогда было нельзя, сейчас, может быть, можно. Так вот, эта история была где-то, ну, два, может быть, три года назад. Сейчас все иначе. Сейчас принимают визу, принимают мастер-карт. Сейчас страна сильно преобразилась, очень много инвестиций идет в Узбекистан. И компания Дук Робот принадлежит фонду. Фонд называется UFG Private Equity. Это очень крупный фонд, международный фонд. Активно сейчас собирает портфель в Узбекистане. Мы считаем, что этот рынок очень интересен, и он будет развиваться дальше. Мне нравится, как ты ответил на вопрос про вашу стратегию в Казахстане. Смотри, это первое, да? Заметь, заметь, на каждый вопрос. Это первое. Смотри, мне хочется говорить так, что стратегия Средней Азии. Вот у нас нет такого понимания, как стратегия в Казахстане. То есть вы просто захватываете. Мы говорим… Открытие офиса – это же не стратегия. Давай поговорим про стратегию. За счет чего вы там будете расти? Открытие региональных офисов – это понятная гигиеническая необходимость. Потому что в этом регионе ты по зуму, судя по всему, много не продашь. Соответственно, получается, в чем ваши конкурентные преимущества? Что вы будете делать? Может быть, есть ли там вообще конкуренты, по большому счету? Вы открываете рынок или вы просто бурите конкурентов, работаете локтями? За счет чего тогда? Вот это вот нам надо знать. Ну, в нашем кушке. Окей. Если мы говорим про конкурентов. Конечно, есть в Узбекистане конкуренты. Что нас отличает? То есть первый ответ на вопрос – есть ли конкуренты? Да. Да, я хочу наконец-то уже ответить прямо на вопрос – да, конкуренты есть. Это раз. Второе. Спасибо. Какие наши конкурентные преимущества? Нам 17 лет исполнится в июле. 17 лет опыта – это колоссальный опыт, колоссальная экспертиза, которой там нет. Там есть локальные игроки, которые сильно слабее нас. У них нет этой экспертизы, у них нет этого опыта, а у нас это есть. Это второе. Третье. Что мы будем делать? Ну, у нас есть понятный план действий. Да, мы подключаем крупных трафикогенерящих клиентов, да, и с помощью них масштабируем бизнес. Сейчас на рынке Узбекистана у нас подписаны контракты с пятью крупными торговыми сетями, с пятью крупными торговыми сетями, и мы планируем подключать их поставщиков. Сейчас мы это делаем из Казахстана. У нас это получается плохо. У нас это получается плохо, потому что нужны личные контакты с клиентами. Нас плохо знают на этом рынке. Мы не можем продавать просто по телефону. Нам нужно встречаться с клиентами. Поэтому нам важно собрать локальную команду там. С этим есть проблемы, с этим есть сложности. У нас есть определенные критерии. Для нас важно, чтобы наши сотрудники говорили по-узбекски, предположим. Когда мы брали сотрудников на рынке Казахстана, у нас не было такого критерия. Мы понимаем, что в Казахстане подавляющее большинство населения говорит по-русски. Но сейчас, к примеру, в техподдержке у нас сидят люди, которые говорят по-казахски, потому что мы считаем, что это важно. И, кстати, сайт мы тоже на казахский язык адаптировали. Но когда мы берем сотрудников на рынке Узбекистана, сейлов, мы уже закладываем то, что нам важно, чтобы люди знали местный язык. Ну и мы, безусловно, в чем еще сложность? В том, что мы взяли сотрудников в Кыргызстане, мы взяли сотрудников в Узбекистане. Они там одни, им сложно. Что мы делаем? Мы постоянно их возим то в Россию, то в Казахстан. Мы делимся опытом. Мы часто отправляем наших сотрудников в Узбекистан, в Кыргызстан, чтобы коллеги поделились своим опытом, чтобы они вместе могли походить по встречам. Ты знаешь, когда была пандемия, у нас упали показатели. Не сильно, но они упали. И я общался с другими крупными IT-компаниями, у многих показатели упали. Почему? Потому что когда сотрудники работают в одном офисе, в одном open space, они могут взаимодействовать, они могут друг у друга подсмотреть. Они могут какую-то экспертизу друг у друга перетащить, чему-то друг у друга поучиться. Какой-то есть вопрос, нужно сделать с кон в кол, на удаленке. Нужно созвониться, обсудить, поговорить. А так ты можешь все это сделать намного быстрее. Когда ты находишься в едином пространстве. Для нас в чем сложность масштабирования бизнеса в Кыргызстане и Узбекистане? То, что сотрудники находятся в едином пространстве с нашими опытными бойцами из Казахстана и из России. Они не находятся в едином пространстве. Нам вот постоянно приходится их туда-сюда водить, возить, чтобы они опыта набирались. Вот как-то так. Окей, вот такой вопрос. Дай протезирую. По поводу стратегии. Ты упомянул, что все-таки конкуренты на рынке есть. Да. Скорее всего, у них есть тоже клиенты подключенные. Рассматривали ли вы в стратегии историю покупки этих конкурентов? Потому что, если я правильно понимаю, они, скорее всего, недорогие, но у них много клиентов, и их можно взять. Ну, сократить я имею в виду вот этот вот ресурс на поиск, там, продажу. Ну, купили, клиентов получили, они вам дальше выручку генерят. Но они могут оставаться независимыми. Ну, и там история с тендерами, если что, там. Такое стратегии рассматривалось было, есть или нет. Да, то мы рассматривали такой путь. Мы встречались с разными игроками рынка ритейла Узбекистана, даже рынка ритейла Кыргызстана. Мы прорабатывали эту модель, но в какой-то момент мы от нее отказались, потому что не нашли точек соприкосновения таких, да, консенсуса не нашли. Причем мы рассматривали разные варианты партнерства, не только покупку местного локального игрока. Мы рассматривали и варианты, при котором, ну, скажем, часть сервисов предоставляем мы, часть сервисов предоставляют наши партнеры. К примеру, я думаю, что об этом можно говорить, мы, вот наш хор-бизнес, это система EDI, электронный дат интерчейдж, но мы рассматривали, сделалось такое партнерство, при котором клиенты Узбекистана будут использовать наши сервисы в рамках EDI, а в рамках юридически значимого документа оборота, то есть обменами договорами, доп. соглашениями, актами, накладными и прочими документами юридически значимыми, они будут обмениваться через нашего партнера, местного локального оператора. Такой вариант мы тоже рассматривали, но в какой-то момент мы посчитали, что мы это можем сделать сами, мы это можем сделать сами, мы сейчас этим занимаемся. Ну, это такой, знаешь, долгий путь поступательный, это не так, чтобы получить результат АСАП, да, если не способ был, это полгодный номер. Блин, Средняя Азия – это время включения АСАП. Тут надо на 5 лет стратегию как минимум прорабатывать. Так, у меня, Тимур, у тебя просьба, не уезжай из кадра, пожалуйста, и вопрос. Вопрос следующий. Вот у нас, допустим, есть… Слушай, Ром, Ром, позволь мне ответить на Антону, я же первый говорил про рынок… А, ты еще не ответил, окей, ладно. Про стратегию, да, про рынок Узбекистана, про рынок Кыргызстана, что для нас это важно, и что мы это делаем. Второе, безусловно, мы стараемся диверсифицироваться на рынке Казахстана, то есть мы понимаем, что рынок ритейла – это, ну, скоро можно будет сказать, что все, но мы сейчас идем коммуникации с разными категориями компаний, мы идем коммуникации с банками, со страховыми компаниями, со строительными компаниями, с девелоперскими компаниями. Это тоже электронный документооборот, то есть мы предлагаем тоже электронный документооборот, но там есть свои особенности. Мы стараемся выйти за пределы рынка ритейла, это в рамках стратегии развития Казахстана. Хотел бы еще пару слов сказать в рамках развития рынка России, в рамках России наш курбизнес тоже электронный документооборот в ритейле, но мы сейчас инвестируем большие ресурсы в логистику, в логистику, в сопланчейн, мы запускаем электронные транспортные накладные, мы запускаем путевые листы, мы общаемся совсем не с ритейловыми компаниями, мы общаемся с крупными нефтеперерабатывающими компаниями, с строительными компаниями, опять же, с крупными заводами, предлагаем им оцифровку их логистики. То есть мы что делаем? Сначала консалтинг, аудит бизнес-процесс, мы описываем процесс, как работает логика документооборота в компаниях, с которыми мы ведем коммуникации. Далее мы уже на основе этого процесса делаем дорожную карту по оптимизации и улучшению работы. То есть это то, во что мы инвестируем большие деньги, за последние годы мы вложили в это, ну, наверное, можно говорить, миллионов 150-200 рублей. Круто, круто. Спасибо. Роман, да, извините, пожалуйста, что мы вас перебили. Ничего страшного, Антон. Спасибо большое, что дали мне слово. У нас тайм-менеджмент, и, в принципе, нам нужно уже загругляться. Соответственно, последние вопросы пошли. Давай немножко подытожим. Сделаем очень важные выводы. Вот у нас есть экспириенс по выходу в Казахстан, да, мы с 2019-го, там, по-моему, до этого были на Меге, а потом системно начали работать с Казахстаном, набирали команду, там, кого-то меняли и так далее, сделали вывод. Вот сейчас, при выходе в Кыргызстан и Узбекистан, какие выводы, уроки из Казахстана мы забираем с собой, и что мы делаем по-другому, кроме языка? Первое. Я думаю, что мы уже для себя точно понимаем, что запускать проекты в других странах, не имея локальной команды, это и пособо. Набегами это сделать не получается. Мы этот путь уже прошли на рынке Казахстана, на рынке Узбекистана, я думаю, что тоже очевидно, что мы не добьемся тех результатов, которые мы хотим, да, если мы не соберем локальную команду. Хотя в какой-то момент, знаешь, для меня это было не очевидно. Почему? Потому что вот это же еще история. Казахи, они же кто, они кочевники, то есть с ними немножко вот были другие коммуникации. Вот когда прилетаешь, как это объяснить, когда я прилетал в Узбекистан, меня всегда встречали потенциальные партнеры, даже там люди, которых я никогда не знал, там накрывали стол, там чаи, там, не знаю, там шашлык. И мне это, ну, когда меня так встречали, я всегда тогда по своей наивности полагал, что, ну, это уже все, это победа, это уже контракт через неделю. Но оказалось, что это не так, и действительно, не имея локальной команды, малыми силами, малыми ресурсами запуститься будет очень сложно. Ты знаешь, ко мне, у меня довольно большой опыт работы там на рынке Средней Азии, ко мне там часто обращаются какие-то российские компании, говорят, блин, мы хотим там выйти на рынок, не знаю, Узбекистана. Ну, вот мы там сейчас одного человечка вывели, он сейчас там нам продает, а потом будем масштабировать бизнес. Мой опыт подсказывает, что эта модель, она не очень рабочая. Вот, кстати, я с Аскаром общался, с Архибердием, да, из Москвы, Аскар, вот, недавно вывел, там, одного сотрудника в Индию, да, по-моему, в Индию он вывел, он рассказывал. Я не знаю, там, что он там планирует с этим одним бойцом сделать в Дейле, но если вы хотите масштабировать бизнес, вам нужно инвестировать, вам нужно инвестировать в команду. Это очень важно. И второе, во что вам нужно инвестировать, это инвестировать в ваши сервисы. Вам важно, нужно инвестировать в ваши сервисы. Вот я часто говорю о том, что мы отвечаем за продовольственную безопасность, потому что мы как связующее звено между торговыми сетями и поставщиками. Если что-то случается, вот, к примеру, в октябре прошлого года были ДДОС-атаки, были сильные ДДОС-атаки на операторов электронного документа оборота, приуроченных к маркировке. И было очень важно выстоять, потому что мы понимали, что если что-то случится, да, и там через нашу платформу заказы не будут уходить, то полки будут пустые. Поэтому второе – это важно инвестировать в продукт, важно инвестировать в продукт, в его отказоустойчивость. Нам пришлось потратить много миллионов денег, которых мы на это не хотели тратить, в новые дата-центры, в сервера, в то, чтобы трафик был стабилен. Все-таки обрабатывать 300 миллионов документов, там цена ошибки очень велика. 300 миллионов документов в год – это примерно 820 тысяч документов в сутки или примерно 35 тысяч документов в час. Мы с вами говорим час, за этот час у нас прошло минимум 35 тысяч документов. Нам очень важно, чтобы трафик был стабилен, поэтому важно инвестировать в продукт. Возвращаясь к вопросу Ромы про, что нужно точно делать, мы в Узбекистане первое собираем команду, второе – мы инвестируем в наш продукт, то есть мы используем локальный дата-центр, локальный дата-центр, локальный ЦОД. То есть все данные хранятся исключительно на территории Республики Узбекистан. Это тоже очень важно. Это с точки зрения, наверное, организационных вопросов. Безусловно, когда мы говорим про команду, я бы еще добавил, что техподдержка, важно, чтобы тоже находилась в стране присутствия. Довольно странно, когда клиент из Узбекистана звонит, а техподдержка находится в Казахстане. Это вызывает какие-то вопросы. Обычно в Индии она находится. Но, знаешь, она… Это как раз оскарбит одного, Данил, что… Да, вышли. Покрывать американский континент, да. Ну, может быть. Может быть, в Индии так и работает. Главное, чтобы когда клиент звонил, ему отвечали не по хинди, а на каком-то понятном языке. Вот. Какие ошибки, думаю, что мы уже не допустим. Не допустим. В принципе, у нас проторена дорожка. Мы понимали, что мы делаем в Узбекистане, в Казахстане. Я думаю, что мы просто эту модель будем переносить на другие страны нашего присутствия. У нас еще есть в планах Армения и Азербайджан. Мы ведем коммуникацию с клиентами из этих стран. Не могу сказать, что пока все идет так, как хотелось бы, но думаю, что перспективы тоже есть. Плюс мы смотрим, возможно, на выход в дальние зарубежья. Может быть, будут Арабские Эмираты. Индию смажели? Индию не смотрели, Ром, потому что я... Сейчас себя на Бразилию смотрим. Слышите, это как-то очень далеко, мне кажется, что очень сложно. Это как-то очень далеко. Ну, это что ты сейчас не тренируешься на Казахстане, в Узбекистане. И тебе уже потом все это... Ну, и потом, я думаю, что мы можем в этих странах поделать, сделать такие сервисы, которые мы в свое время не сделали в России. Вот, к примеру, ты встречался с HR Link, да, с Дмитрием Ахлиным. У них очень неплохо... Мы все встречались, Антон, тоже встречался. Ну, вы встречались, Ром, я не к тебе, но вы, да, я к вам, к двоим, но вы. Да, вы встречались. То есть, неплохой продукт кадрово-электронного документа оборота. То есть, может быть, мы... Ну, они в Индию идут, да, ты знаешь? Нет, я не знаю, они идут в Индию? Они уже там. Ну, ну, все, ну, все разбавили. Слушай, а почему все идут в Индию? Почему это все на Аскара, на Аскара? Нам надо идти в Индию? Ну, по крайней мере, вот сколько мы общаемся, Индия, Бразилия, то есть, те вот регионы, как-то они, вот, где побольше народу. Слушай, я на самом деле... Кстати, если бы, наверное, ты бы посмотрел наш подка... Ты же, наверное, не смотрел с Димой? Не смотрел, нет. Какой же там рассказывать про Индию? Рассказывал? Какой же не смотрел, обязательно посмотрел. Видите, товарищи, дорогие слушатели. Все, партизанский маркетинг, все, пошел. Пошел партизанский маркетинг. И не знаете, что творится в мире. Просто Дмитрий раньше был чуть более активный в запрещенной соцсети. Там можно было оттуда все информацию. Он перешел в другую. У него их несколько сейчас каналов. Он отдельный канал для Инди сделал. Отдельный для России. Еще, по-моему, третий лично от тебя. Понятно. Ну, видишь, теперь я буду в контексте. Окей. Так, ну, значит, понятно. То есть вы создали модель и дальше будете просто масштабировать. Куда дальше после Узбекистана пойдете, а еще до конца не решили. Но у вас есть время подумать. Хорошо. Да. А давайте теперь поговорим про личные. У нас последние, завершающие, финальные вопросы. Как жить в Москве, в принципе, большинство из нас представляет. А вот как жить в Алмате? Дорого. Ты же сейчас с семьей там? Дорого. Подожди, не отвечай на это срочно. Это все уже, уже все понятно. Это было давно уже всем понятно, что там жить недешево, да. Ты сейчас с семьей, да, находишься в Алмате полностью? Да. Да. А как строите выходные, отдых, не знаю, развлечения, кроме мотания на… Турники? Как это называется уже не помню. Медео? Медео, да. Кроме мотания на Медео, там, на озера, на какие-то, что еще делаете? Слушай, Ром, ну, у меня ребенок маленький. У меня дочка полтора годика. И не могу сказать, что это удовольствие, да, поехать там с ребенком в горы, там, с коляской, там, подниматься на фуникулёре – это еще тот экспириенс. Поэтому, там, раньше, когда я здесь находился без семьи, да, семья была в Москве, то, да, я много времени проводил в горах, там, трекинг, с партнерами встречались. Вообще, на самом деле, очень много экспатов, экспатов в Казахстане, в Узбекистане, соответственно, вот это нас также сближало, да, вот эти походы в горы, какие-то интересные места новые. Сейчас, когда у меня здесь семья, когда у меня ребенок здесь, то не могу сказать, что мы, там, часто выбираемся куда-то там на природу. Но, если говорить про Алматы, то Алматы – очень зеленый город, очень зеленый город, много фонтанов, много, я хотел сказать, что много водоемов, но реки нету такой, прямо, знаешь, как реки. Ну, есть река Алматинка такая. Маленькая речушка. Ну, там есть вдоль дороги, когда с гор стекает дождь, это тяжелую погоду считать рекой. Да, да. В бассейн ходим, много бассейнов под открытым небом. Что еще? Очень здорово в марте выехать в степь. Знаешь, ты выезжаешь в степь, оставляешь машину, и вот смотришь, куда глаза глядят, везде степь. Очень, очень успокаивает нервы, дает возможность перезагрузиться, подумать о бытии, не знаю. Если еще машина уедет, совсем будет хорошо. Ну, будешь, как Михаил Ломоносов, возвращаться ногами. Такой, не знаю, сложный, наверное, сейчас будет вопрос. Приготовься. Если бы у тебя была машина времени, ты бы повторил весь свой экспириент, который ты за эти шесть лет… Я бы сразу открывал офис. Волок. Слушай, у нас такого сослагательного наклонения, если бы… Да, да, я бы сделал все так, как сделал. Думаю, что да, да. Даже не думаю, что да, давай сделаем так, чтобы это звучало уверенно. Да, я бы это сделал, я бы это повторил. Ну, видишь, компания дает мне возможность повторять этот опыт в других странах. Мы это сделали в Казахстане, мы это повторим в Узбекистане, мы это повторим, возможно, в Армении, в Азербайджане. Посмотрим на… Вы рекомендуете на Бразилию смотреть. В Бразилии говорят по-португальски, если мне память не изменяет, да, будем португальский учить. Вот, может быть, посмотрим на Индию тоже. Почему нет? Ну, если я правильно понимаю, то твой опыт… Вот это как по-английски experience. Experience. Да, он тебе дроит. Короче, ты получаешь кайф от того, что ты делаешь за эти 6 лет, не хочешь сворачивать никуда, и дальше только вперед. Это круто. Круто на самом деле. Да, только вперед. Navigivap. Ну что, Роман Олегович, у нас тайм-менеджмент. Нам приходится заканчивать на такой позитивной ноте, чтобы не сдаваться… Наш трогицы Антон Борода говорит нам, что пора закругляться. К сожалению. Спасибо большое, Тимур. Спасибо, что пришел. У нас в гостях был Тимур Марусяк, коммерческий директор компании «Док.Работа», как мы выяснили. А-а-а. Ну слушай концерт. Ну это интересная тема для того, чтобы в других странах использовать такое название. Подумайте. Да, если оно никак, это ничего не значит запрещенного. В левом ухе с вами был Антон Борода. Наш чудесный добрый селс. В правом ухе. Роман Магдаленко. Не совсем добрый, но… В обоих ушах надеющих глазах с вами был подкаст «Продажи в огне». подкаст, который готовится только на открытом огне. Подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки, колокольчики и все такое. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Love. Rock. Fire. Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sales Eye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Продолжение следует.